Несколько дней назад я был на мероприятии в большом зале, столичном. Много людей. И наблюдал за залом и со сцены, и со своего места, где я наблюдал, и слушал все эти события на мероприятии. И вот о чем я подумал, что я вспомнил. И хотел бы с вами поделиться. Разные люди на мероприятии. Успешные. Те, которые на сцене получают призы, подарки, признания, награды. Чувствуют себя уверенно и гордятся своими достижениями, как это обычно бывает. И часть людей, которые чувствуют себя, ну, как новички, не очень уверенно. А некоторые мне показалось. Короче говоря, в связи с последней категорией людей, я вспомнил... Вспомнил кое-какие воспоминания детские пришли мне в голову. Я был мальчиком и влюбился... Влюбился в девочку. Она была старше меня. Она была старше меня. И... Взрослея. И водилась... Ну, вы меня поняли уже с более серьезными пацанами. А я влюбленный дурачок. Детство. И была такая ситуация у меня. И они... Она тусовалась с какими-то ребятами в подъезде. И мне казалось, что они ее, наверное, обижают. Она смеялась, хотя, конечно. А я у себя дома, зная о том, что там происходит, как мне казалось, страшные вещи. С молотком в руках страдал и рисовал мысленно образ, что я сейчас как герой выйду, с молотком их всех разгоню. И она взглянет на меня, и наша любовь рассияет разноцветными лучами. Но в глубине души, да даже не в глубине, а на поверхности души, я знал, что я никогда не решусь выйти с этим молотком в этот народ и потребовать права свои на нее, на эту девочку. Я был слаб. Я боялся, я стеснялся, я был робок. И, конечно же, я понимал, что я никогда никуда не пойду. И вот это бессилие ужасное, что ты страдаешь, но ничего поделать не можешь, все останется так, как есть, как бы ты сейчас себя ни накручивал, ни рисовал бы себе какие-то мысленные образы твоего будущего геройства, этого не произойдет. Я знал, что я никогда никуда не пойду. И от этого я плакал. Горько плакал. Я был ребенок. Подобное чувство я испытывал, будучи дистрибьютором, на подобных больших мероприятиях, когда я сидел на последнем ряду, слушал этих героев, которые рассказывали о том, как это они выходят, и как они вот целыми днями работают, и вот как они вот эти листовки раздают, как они вот там что-то такое делают. И я сжимал руки, и мысленно плакал, и кричал, и говорил сам себе, я должен это сделать, я тоже так хочу, почему я хуже. Я тоже могу каждый день выходить и раздавать эту несчастную тысячу листовок и делать это сначала 21 день, потом 90 дней, потом год, потом 3 года, и я разбогатею, и все, я тоже так смогу. Но в глубине души я знал, что я так никогда не смогу каждый день раздать тысячу листовок на улице своего города или там еще какой-то подвиг совершить, о которых рассказывают эти люди. Может быть они не всегда правду рассказывали, но во всяком случае я понимал, что я не могу, и я страдал, я плакал, я мысленно плакал, образно говоря, я плакал. И я сопоставлял вот те чувства, которые я испытывал мальчикам от бессилия с молотком, сжимая этот молоток в руках и понимая, что никогда я никуда не пойду, так, дергаюсь просто. Так же я сидел на заднем ряду и понимал, что они могут, а я нет. И как понять, почему они вот это могут, а я нет, и я знаю, что я не пойду, это не сделаю никогда. Я не смогу выйти и стоять часами на улице, завлекая людей в офис, и игнорируя все эти кривые взгляды, косые, значит, да и просто грубое высказывание в свой адрес, а то, мол, стоят тут надоели. Такая дистрибьюторская работа была не по мне. Я знал, я уже пробовал, я пытался, но я ломался через неделю. И вот это бессилие меня просто, просто, просто опрокидывало на армич. Я видел, что у людей как бы есть деньги, что они зарабатывают, рассказывают, что это просто, но я не мог. И вот я смотрел несколько дней назад на этот зал и думал, что, наверное, и в этом зале есть люди, которые подобным образом думают. Они думают, что вот стоит, вот он красуется, рассказывает, сколько денег он заработал. А я ведь так никогда не смогу петь красиво, как вот он поет, так сладостно рассказывает. Я так не смогу, я несчастный, я обречен на неудачу. Я хочу вам вот что сказать, друзья мои. Наступают золотые дни, они уже давно наступили сетевого бизнеса. Может теперь любой. Теперь не надо совершать подвиги для того, чтобы преуспевать в этом бизнесе. Теперь нужно просто... Следующее. Нужно просто примкнуть, прицепиться к человеку, который знает, что надо делать, чтобы делать деньги. Нужно просто прицепиться к системе, которая работает. Это набор, комплекс инструментов, набор и правильно выстроенной информационной подачи, которая обеспечивает рекрутирование людей и вход их в бизнес без твоего участия. И это еще правильный навык, который ты приобретаешь в контакте со своим спонсором-лидером. Навык и понимание, как делается бизнес. Если бы эти люди, которые плачут на задних рядах, знали, насколько на самом деле прост, примитивен бизнес, и как они могли бы быть успешными, если бы они знали, они бы прыгали от счастья. Но, к сожалению, они не знают. Они думают, что надо быть Бэтменом, героем, супер-личностью, чтобы преуспевать. Это неправда. Сейчас это неправда. Может быть раньше, но сейчас это неправда. Нужно просто стать широко известным человеком в определенных кругах. А это значит, нужно просто большому количеству людей дать правильную информацию в правильном объеме о том, что у тебя есть такой бизнес, такой продукт. И все. Но самое важное, прицепиться, повторяя, к человеку, который знает как. И который это сделал и делает. И к системе, которая ему помогает это делать. Не потому, что он такой герой, а потому, что у него есть система и правильное понимание. И нужно попасть в струю. А это означает, нужно приобрести практический навык. Это делается в специальных центрах подготовки дистрибьюторов, где в течение 7, 10, 20 дней делают вот таких вот бэтменов сетевого бизнеса. Чуть позже я об этом расскажу более подробно. Желаю вам удачи. Подумайте. Продолжение следует... Продолжение следует...